Акимов получили передназначение и, соответственно, возможность продолжить работу. При этом кто-то потерял место работы, как, например, Аким Павлодарской области Аблхавирскаков. А кому-то доверили новую область, как, например, Кумару Аксакалову, переехавшему с североказахстанской области в Кустанайскую. Ну а более подробно разбирать политические кадровые изменения будем с нашими экспертами в студии. А это Марат Башимов, политолог. Добрый вечер. Индира Аубакирова, член Комитета науки КАЗГЮ. Добрый вечер. Алия Абсиметова, депутат Мажлиса. Здравствуйте. И Марат Вуликпаев, общественный деятель. Добрый вечер. Уважаемые гости, что означает сегодняшние кадровые перестановки? Ну, депутатов, наверное, очень. Ну, во-первых, это по Конституции. То есть, насколько вы знаете, после перевыборов у нас президента идут переназначения Акимов областей. А, соответственно, после того, как парламент у нас поменяется, у нас будут перевыборы, то есть переназначения наших правительств, министерств. То есть, это обычная практика, которая происходит. Но сейчас, на данный момент, мы смотрим, многие остались на своих местах, так как это недавно они только их меняли. Только недавно этим людям было, то есть, такое доверие назначено. То, что вот сейчас понесут. Ну, с последними событиями в Экибастузе, конечно, доверие уменьшилось. И, видимо, вот исходя из этого, человека поменяли. То есть, другого поставили сейчас. Но это временные, насколько я знаю. Временные исполняющие. Да, временные исполняющие обязанности. Я надеюсь, Экибастуз сейчас, кто слышит, выйдут с этой ситуации. Надеюсь, что все будет хорошо. Но хотя очень ситуация сложная в Экибастузе. Вот сама НАТО партия, депутаты наши говорят о том, что сейчас вот и трубы вот эти сейчас, ну, как бы не предусмотрели. И, конечно же, как говорят же, готовь сани летом. Летом было, конечно, не подготовлено. И сейчас из кадровых перестановок мы видим то, что мы хотели бы лично, я как депутат, хотела бы, чтобы люди приходили, которые знают. Меритократия у нас президент говорит. Президент у нас на инаугурации что сказал? Сказал, не нужны уже те люди, которые будут просто так сидеть. Люди нужны, которые будут работать, которые знают свою работу и будут показывать результат. И для народа. Вы знаете, по вопросу, опять-таки, да, только вчера мы в этой студии обсуждали тему Экибастуза, да, говорили о чиновниках, о том, какие пробелы они допустили, да. И сегодня вот стало известно о этом кадром изменить. Ну, это было, я думаю, это было понятно. Ожидаемо. Это было ожидаемо. Потому что нужна была все-таки реакция. Ну, вы знаете, вот буквально сейчас, вот когда я заходил, меня спрашивают, ну, если Акима Скакова поменяли, так поменяйте Акима восточно-казахстанскую область, Даниил Ахмед, у которого Риддер, да, у которого другие объекты. Потому что все ждут каких-то перемен в этом обществе. Объективно ждут. И даже вот эта электросеть, пусть они там кричат, что изношенные. Знаете, я вам простой отдельный пример приведу. У меня мама жила в Кокчетаве. В начале 90-х годов, это возле сельхозинститута, Боровской микрорайон. В 93-м году, по-моему, рванул этот, да, трубы, все полопались. И все, встал этот город. Холод, минус 35. Да, и братишка Среднеградского университета прилетел, тогда Ленгус, да, и ее оттуда вывез. И сюда, в цели, вот тогда, вот это Акмолинск, он сюда. Я к чему это говорю? Где 93-й год и где 2023-й год? Сколько лет прошло? 30 лет прошло, да, и когда мы говорим закон о национальной безопасности, энергетическая безопасность стоит во всем мире на первом месте. А мы эти объекты, знаю, отдали частные руки. Не мы отдали, а прежнеполитический режим. Это при Назарбаеве было. Все объекты энергетические, которые, и последнее то, что вот я по Ускимногорску, я вообще всегда в шоке бываю. Я всегда выступал на Фейсбуке, писал, как можно Ускимногорске ГРЭС отдавать частные руки? То американцам отдали, то этим отдали, да. Там есть этот, рванет этот Ускимногорский, этот ГРЭС, да, оно затопит вплоть до Семипалатинска. Я к чему это частные примеры приведу, приведу к тому, что президент сказал. Все объекты мы будем сейчас исследовать и возвращать государственную собственность. За стратегические объекты. За деньги, да? Извините меня, это стратегические объекты. Еще раз повторюсь, это просто маленький пример Экибастозии и Риддер. Но Акимов, если Акимов сняли с Каково, с Павлодара, то люди ждут, они мне говорят, надо снять Акимов по-восточно-казахстански Даниал Ахметова, потому что он отвечает за регион в целом, а целый город Риддер. Поэтому, да, почему-то его, говорит, не снимают, почему не снимают. И закончу мысль, мысль такую, да, о том, что общество ждет смены Акимов. Потому что Аким это как хозяин этой области, этого региона, он за все отвечает. Поэтому правильно сделали, что с Каково сняли, потому что он должен был готовиться к зиме. Как вы справедливо сказали, готов Сани летом. Хороший хозяйственный должен был. Также Аким восточно-казахстанского, Даниил Ахметов должен был готовить объекты эти летом, исследовать, проверять, бегать за ними. Не исследовал, все, надо его заменить. Теп читает большинство этого общества. И, коротко говоря, то, что вот смена Акимов идет, да, оно соответствует тем стратегическим задачам, которые указал глава государства. Но вот к вопросу ответственности, да, Акимов. Буквально не так давно и так были, да, назначения Акимов, менялись Акимы, новые области появились. Насколько действительно Аким ответственен за все, что происходит в области? У нас же есть профильные заместители Акима, которые каждый по-своему... Потом есть моратория. Вот я сейчас не согласен, сократили Акимов. Да, вот сейчас Акимы стали меньше. Их было, вот по идеологии был, убрали Акимы, по идеологии стало. Да, Акимов меньше стало. У них, то есть, вы представляете, сидит Аким по сельскому хозяйству на востоке тот же, да, и к нему замыкаются. Где сельское хозяйство, да, где идеология, где... Это же нонсенс. Автодороги, да, автодороги, в госуправлении еще, вы знаете, много, мне кажется, должно быть изменений позитивных, да, в каком плане. Каждый должен отвечать за свой участок. Это госслужба. Он должен быть компетентен только в своей сфере. Марат Савельевич, я прошу прощения, что перебиваю. У нас редакция подсказывает, что Самат Нуртаза, политолог, сейчас с Туркестана, вышел с нами на связь. Он вышел на ограниченное время, поэтому хочется поинтересоваться. Самат, приветствую вас. Как слышите? Привет. Да, развивая эту тему, сегодняшние кадровые перестановки, как вы их оцениваете? Ну, это было ожидаемо, конечно. Кто не справился, тот показал себя с не самой лучшей стороны. Что касается тех, кто справился, то получили доверие к президента. Я думаю, еще не конец, потому что... Доверие народа. Не ясно. Допустим, Карагандинскую область, там разные слухи ходят, например, и так далее. Восточно-Казахстанская область тоже непонятная. То есть я считаю, что завтра нас тоже ждут новости. Спасибо большое. Получили доверие народа, в первую очередь. Да, это важно. Да, потому что сейчас президент у нас ориентирован. Очень все видят, когда на общественное мнение, видят, что в соцсетях происходит, слышат народ. Мы же говорим, слышащее государство. И вот мнение народа. Вы знаете, вот про Восток, да, мнение народа, это не мое. Все говорят уже. Все вот эти Акимы, прошлые Акимы, да, Шукеев ушли, да, их можно перечислить. Все ушли. Один Ахметов остался. Вот вы знаете, я не могу чем-то ответить. Почему это? Вот не могу. Но потому, как его только что пиарили на телеканалах, да, я не могу понять, что его пиарят-то. Извините, общество говорит совсем другое, а его пиарят. Знаете, Марат Светоч. Ну, у нас передача такая, которая... Мне нравится, во-первых, чтобы всегда честно и прямо высказывайтесь, не боясь никаких исков в свою сторону. Это хорошо. Но сейчас хочется еще раз к Самат Нуртаза обратиться. Подскажите, пожалуйста, вот у нас сегодня Кумар Аксакалов, да, переместился с одного региона в другой. Что это означает? Ну, Кумар Аксакалов, он, в принципе, профессионал своего дела. Он показал себя, наверное, с самой лучшей стороны, насколько я так понимаю. Потому что перекочевать из одной области в другую, в Новом Казахстане, это, наверное, надо еще... А для чего это нужно в самых важных областей, зерновая область. Поэтому, я думаю, это как бы, ну, на перспективу назначения. Спасибо большое, уважаемые эксперты. Не высказались. То есть, вот по поводу, опять-таки, да, темы интересные, да, Кумар Аксакалов с одного региона в другой переместился. Вообще, такая практика. Помните, да, что раньше у нас любили, да, часто перемещать чиновников из регионов. Может быть, есть какая-то логика в этом? Может быть... Если в целом говорить о том, что зачем нужно перемещать, вот этот ротационный принцип, он просто делается для того, чтобы человек на одном месте не обрастал всякими там связями ненужными, опять же, непотизм, коррупция, чтобы... Кадры вот надо менять. Но в данном случае здесь мы находимся на таком промежуточном этапе. Почему я думаю, что сильно коней на переправе не надо менять, это мое субъективное мнение, потому что мы сейчас должны дождаться выборов, парламентских выборов, потом будут выборы мажилисы, и уже начнется реализовываться тот кондиционный принцип, за которым мы проголосовали. Иными словами, это будет уже конкурсный отбор, два Акима на областном уровне. Вот там им придется серьезно уже со своими программами и выбрать того, который будет наиболее эффективным менеджером. То есть то, о чем говорил сам наш глава государства, что я, это не привилегия этой должности, это я нанят народом, как вот менеджер. И поэтому надо здесь вот наиболее эффективный, инновационный, чтобы вот соответствовал духу этого региона, вызывал доверие у народа. Да, Марат Сергеевич, продолжение этой темы. Ну, давайте я скажу следующее, что на сегодняшний день просто, я так думаю, что насчет Скакова Акима Акебаса, мое личное субъективное мнение, что немножко погорячились, надо разбираться в корне проблем. Почему? Потому что многие факторы, о которых сейчас поднимают вопросы, от него не зависят напрямую. Да. И он стал просто собакой опущения. Надо просто поднять и январские события, в которых он выходил с народом, разговаривать напрямую. Это все надо поднять и посмотреть, как он себя вел. Во-первых. Во-вторых, надо не Скакова снимать. Надо снимать, министра энергетики снимать надо, заместитель министра энергетики, департамент по регулированию естественных монополий, развитие конкуренции надо снимать, до вице-министра всех надо снимать. Это же системный характер. Вы хотите сказать, они говорят, что мы в год можем менять там 600, сколько там, 650 метров этой трубы, да? Ну, сколько они имеют, будем говорить так, используют этот ТЭЦ? Сколько? Ну, сейчас далеко не уходя. Хорошо, хорошо. В целом, ну, получается так, что ротационный порядок по Акимам, это нужно делать для обновления крови и вообще менталитета. Да, насчет Акима и Кибастуза, конечно, надо разбираться. Потому что, насколько я слышала, молодой Аким, перспективный, насколько я знаю. И, да, многое не зависит. Я вам скажу, недавно летом, как депутат Мажелиса, я не смогла зайти в детский лагерь, потому что они начинали ссылаться на мораторий. Понимаете? Да. То есть, стояла я бедная и не могла зайти туда. То есть, не то, что там родители, которые писали жалобы, не то, что полиция. Тут тоже же никого не пускают. Говорят, это не ваше. Пожалуйста, пишите. Это частная территория. Вопрос, знаете, мне кажется, при таких изменениях кадров влияет еще в вопрос концепции слышащего государства. Ведь у нас, мы знаем, что общественники выступали и говорили, да, о проблеме на Акимастузской тест, но, к сожалению, из местных исполнителей... Все сразу ссылаются, понимаете, на мораторий. Я опять сколько-то писала. Нет, вы знаете, депутат, да, объективно говорит, я сам всегда говорю, ни в одной цивилизованной стране мира нет моратория на проверке. Это как так, мораторий? Простой гражданин отвечает за все, да? Список. А тут юридические лица, те, кто занимается бизнесом, их не проверяют. И которые государственные стратегические объекты. И госорганы не могут проверить те же объекты ТЭЦ, к примеру, да? Частую собственность, вы не имеете права... Госзакупы, которые... Все олигархи, да? То есть многие госорганы, если даже хотят принять меры, то они жажут. Даже частные компании, которые госзаказ берут, берут госзаказ, даже их не можем проверить. Они обманули, подставили президента, понимаете, в чем дело? Потому что так нельзя. Если это касается национальных интересов, я специально сказал, энергетика – это национальная безопасность. Туда все должны ходить, проверять от и до. Это две трети Казахстана живет на севере, востоке, западе. Это четыре области только у нас южные, где пальто можно ходить. Зиму, да? А все остальные что? У нас написано сегодня, я сюда шел, написано минус 16, ощущение было минус 30. Все в шапках, понимаешь, да? А сейчас встанет Астана, не дай бог, а тут котлы-то старые все. Рванет, да? Не дай бог. Вот это тебе национальная безопасность. Миллионник город стоит, он станет как не хуже, чем по... Вы сейчас комиссию создали по проверке, да, вот этой ситуации конкретной? Вообще надо создать еще комиссию, ну, опять же, мое мнение, которая проверит вообще, каким образом, по каким механизмам, на каком основании многие стратегические объекты, не только вот этот конкретный, аэропорт в Алмате, например, они оказались в частных руках. Это тоже стратегические объекты. Да, уважаемый господин, очень важную тему вы поднимаете, да, но возвращаясь в кадр. Это вот, понимаете, вы же сами теми тянете откуда? Мы же объективно рассуждаем, да? Виноват госслужащий или не виноват, за что его наказывают? Но если это в этой стране принадлежит олигархату, да, и олигарх плевает, плюется, сидит за границей где-то, прячется на Мальдивах, с миллиардными капиталами и плюет на север Казахстана, в котором труба, да, так извините меня, возбудите уголовное дело. Возбудите уголовное дело на этих всех олигархов. Пять секунд они вам сюда прибегут, деньги вложат. Что Арселон Миттер Тимиртау, да, что Восток Казахстана, там Грэск, я не знаю где там, да, все остальное. А мы еще с ними цацкаемся какие-то вещи. Мурас Светович, и касательно кадровой политики... Я поддерживаю ваше мнение, но там много вопросов, чей линисонный парламент. Депутаты говорят, вот Саин вчера выступил на парламенте, открыто сказал, давайте, открыто, депутаты все поддерживают его. Вот о чем речь. И, Адиль, касательно кадров, кадрами раскидываться нельзя, но, я считаю, кадрами, вот насчет кадров, вообще надо решать, очень смотреть на это, знаете. Каждый человек должен заниматься своим делом. Вот, допустим, у нас сейчас как, если госслужащие говорят, у нас очень плохое отношение, допустим, у населения к госслужащим. Сразу видится картина бюрократизма, иммунитета нет у госслужащих. Ну, тоже, да, скажите, никто из молодежи сейчас, допустим, сельским акимом, село, никто не хочет идти на госслужбе. Алия Маратна, как вы считаете, какие основные вот стереотипы? Давайте их озвучим. Ну, основные стереотипы, ну, вот, допустим, я как общественник, я никогда не работала вообще на госслужбе. У меня это первая выборная должность, представительская, как депутата. Я сама лично вот просто видела то, что и когда сейчас стала депутатом, я анализирую это все, я вижу, что нет доверия. Потому что я считаю, что каждый человек, допустим, сидят в селе, пять специалистов, один аким района, который на 40 тысяч, на 30 тысяч населения работают, они не знают, куда разорваться. Один человек выполняет по 5-6 функций, конечно, у него уже замыленные глаза, и он ничего не видит. И при этом еще район давит, область давит. То есть если бы каждый занимался своим функционалом конкретно, и был бы специалистом именно узко, узким специалистом своего дела, я считаю, это было бы очень классно. Вот к вопросу, да, профессионал в своей сфере. Вот сегодня... Они кидали бы его туда-сюда. Да, сегодня назначили Акимову Северо-Казахстанской области, Айдарбека Сапарова Акимову Северо-Казахстанской области назначили, он был первым вице-министром сельского хозяйства. Вот к вопросу, опять-таки, по профилю. Как вы считаете, почему такое назначение произошло? Куда назначили, в какую? Северо-Казахстанской области. Ну, сельское хозяйство, там у нас же сельское хозяйство, развитие сельского хозяйства сейчас говорят. И как же, и в Житесульской области, как же в Алматиске, так же СКО. Это столица зерна, зерна же у нас получается. То есть вы считаете, что это показатель того, что на что будет фокус сделан? Да, фокус, потому что и президент говорит то, что... И вообще я сама говорю, вот президент ссылаюсь, иногда, когда к нам госорганы приходят, я не люблю, они когда прикрываться начинают. Вот президент сказал, он в этом сказал, сами до конца, не понимая суть вопроса, наверное, скорее всего. Сами до конца, может быть, не понимая чего-то сразу. Вот президент сказал, вот вы должны вот это утвердить. Вы должны, мы должны эту поправку, допустим, принять или что-то такое. А ты начинаешь как бы от общественности. Вот, а люди же так говорят. Может быть, так не будем делать? Может быть, вы не так видите? Может быть, не через ступризму видите? Мы обязательно продолжим нашу жаркую беседу, но сейчас мы вынуждены прерваться на рекламную паузу, сразу после которой продолжим наше обсуждение. Оставайтесь на хабаре. Возвращаемся в студию итогов. Обсуждаем мы сегодня кадровые политические перестановки. Ну и вот, завершая тему, которую мы перед рекламой обсуждали, назначение Айдарбека Сапарова, первый вице-министр сельского хозяйства, сейчас возглавил Североказахстанскую область. То есть, насколько действительно он по профилю? То есть, мы услышали мнение депутата о том, что, видимо, будет... Ну, сельское хозяйство, видимо, поднимать. Да, основной фокус будет сделан на сельское хозяйство, поэтому, собственно, человек едет от этого министерства. Но при этом мы же знаем, что за последний год к министерству сельского хозяйства очень много было претензий. Да. А человек находился на первом замовне. Не только последний несколько лет. То есть, насколько, кстати, критика в сторону того или иного ведомства отражается на всех сотрудникам? То есть, не является ли это, знаете, таким пятном? Ну, вот ему сейчас будет шанс дан. Вот до того, как будут из двух кандидатур выбирать между ним и кем-то, у него есть шанс себя показать с той стороны, что он полезен этой области, и что он действительно нужен, и сделает какие-то такие прорывные хорошие вещи. Да. Марат Сарикович. Ну, я думаю, это покажет время, прежде всего. Во-вторых, я думаю, что благодаря, если человек, который работал в Министерстве сельского хозяйства, он знает специфику изнутри и поможет, будем говорить так, вывести Североказахстанскую область на новый уровень и по развитию именно сельского хозяйства. Вот именно времени мало, извиняюсь. Сейчас покажет подготовка к пассивной, да, получается? Сейчас у нас впереди подготовка к весне. Потом покажет след в этом году, в следующем году, в 23-м году, уже осенью, мы увидим результат. Вы знаете, еще один, раз тема касается госслужбы, вообще важным критерием, когда мы выступали, концепцию принимали, противодействие коррупции, а как председатель общественного совета Агентства по поддержке коррупции, я должен об этом сказать, это противодействие коррупции. Ни один Аким, при слышащем государстве, при справедливом Казахстане, не должен быть замешан с коррупцией. Как только есть информация Комитета национальной безопасности, Агентства по поддержке коррупции, общественных институтов, которые там на местах, да, о том, что факты коррупции наблюдаются в Акиматами и в Акимах, надо сразу снимать. То есть малейшее подозрение? Малейшее подозрение, потому что... Но у нас же презумпция невиновности. Нет, имеется в виду, при информации, потому что эта информация всегда, вы знаете, если вся область говорит об одном Акиме, который коррупционер, извините меня, это же не дураки эта область говорит, правильно же, да? Общественность говорит, то тогда уже власть должна прислушиваться и это исполнять. Но это по римским временам, знаете, жена Цезаря вне подозрения. Но смысл, понимаете, уже накупила запрос на справедливость, противодействие коррупции, непотизм очень велик. Понимаете, и вопрос кадровый, он и стоит, он на первом месте. Потому что, когда это лицо уже надоело всем, да, они хотят, чтобы пришло новое лицо, которое не замарано, чистое. Это же простоя истина для любого человека, который... Вот к вопросу новых лиц. Насколько у нас действительно есть скамейка запасных? Вы знаете, многие ведь люди в сети высказываются, ой, одних и тех же людей перемещают, там, какие-то, знаете, такие, один-два человека уйдут из политики за весь год и все, а остальные все остаются в обоими. Но при этом, если всех вот одномоментно убрать, есть ли у нас такая скамейка запасных? Нет, никто же не говорит одномоментно, да? Но извините, у нас скамейка запасных очень большая. Только почему-то иногда справедливые люди в тени остаются эффективные, прагматичные, готовые к работе, да? Они не были в клане у Назарбаева, они не были в клане той системы, да? Но их почему-то никогда вот так вот старались в тени держать. Поэтому, пожалуйста, вы смотрите. Есть президентский кадровый резерв, есть другие институты, да? Есть люди, вы спросите только, кого вы хотите, вот избираемость, чем она отличается, да? Кто хотите предложить таким вам районам? Это, правда, у нас в будущем будет, да? Но хотя бы вы спросите мнение общественности, да? Сделайте это тайно, я не знаю, как-то это. Они вам все выдадут, все, что связано с этим вещами. Да, и главное, чтобы, знаете, не было такого инициатива, чтобы не была наказуемой. Видите? Потому что сейчас как вот система, которая была, инициативные, они всегда потом наказуемы. То есть ты сразу быстро сходишь с этого. Да, ты прожил, ты ответственный. Да, нет, ты просто сходишь с этого пути. А мы сейчас кого хотим видеть? Мы хотим видеть инициативных, людей, которые берут на себя ответственность, которые есть свое мнение, у которых есть свой взгляд на все, свою точку зрения, чтобы таких воспитать, и чтобы вообще поставить, это тоже нужна смелость сейчас нашему государству. Вы знаете, я столько людей знаю, да? Которые находятся, допустим, в тени, да? Смелых можно кем они ставить, и все. И потянут они это дело, и спокойно потянут прошли школу. Я тоже согласна, что насчет скамейки запасных. Нет, я очень много людей знаю довольно продвинутых, и которые смогут сделать какие-то прорывные вещи. Тут, вот когда будет конкурентная среда, реальная конкурентная среда, вот я думаю, что мы увидим уже вот такие пожили. А бы их некому сказать, да, Индеруралу? Да? Да, некому сказать. Просто специально конкурентную среду не ставят. Просто население, просто население. Сейчас законодательство будет уже, да. Население не слышит, не слышит. Ну вот, что принцип меритократии в стопроцентно заработал, как вот этот кадровый лифт создать? Вот может быть тот же самый молодежный кадровый резерв? Обязательно. Президент об этом сказал. Молодежный кадровый резерв, его надо двигать. Это птенцы гнезда Тукаева. Их надо потихонечку, да, смотреть на них, чтобы они росли. А зачем мы тогда? А у нас, знаете, одна из другая ситуация. Вот люди, которые пенсионные возраста, все равно рвутся, хотят остаться. Ну, слушайте, да, вот я иногда говорю, да, вот мы где-то куда споспо-звольвернезда, да, мы уже не приятно, мы говорим, пусть молодежь растет, растет, да. А вот люди старше, 70 лет, 60 лет, да, они все во власти хотят остаться. Вот этот парадокс. В этом, Марат Светович, давайте откровенно, да, у нас, условно, если человек Акимобласти, да, то это главный человек в регионе, да, который определяет, по сути, политику в регионе, да, он представитель президента. И если человек, глава региона, да, там, условно, молодой, то будут ли его воспринимать в регионе, тоже ведь вопрос. Это от него зависит. То есть политический вес, да, у нас же все-таки очень часто говорят, да, политический тяжеловес в стране. То есть это же важно, роль личности. Вы знаете, сколько у нас министров молодых сейчас берут на ситуацию, да? Не побоялся же Асхата и Магометов, да, пришел, поднял эту отрасль, он прекрасно разбирался, потихонечку, потихонечку все вот эту систему, уровень педагога на закон вывел, зарплату всем поднял, то есть своего отрасли специалист. Также в сельском хозяйстве можно найти, также, к примеру, да, к примеру я говорю, везде, чтобы вот и этот министр сельского хозяйства тоже тянет... Вот среди булашаковцев очень много перспективных, хорошо подготовленных парней, но вот их скромность какая-то лишняя, вот, как сказать, они локтями не привыкли пробивать себе там этот карьеру. Вот, а таких вот... Ну, знаете, скромной скромностью у нас есть ребята, допустим, которые находятся в министерстве, да, по 10 лет на одной должности находятся, а тут придет его сверстник, условно, и сразу там на первую позицию. Участвуют в конкурсе. Это же будет конкурс сейчас. Ну, наверное, у них нет агашек просто. Это же понятно же. Нет, вопрос о другой вопрос. Не по кирпу. Ну, я хотела бы сказать на своем примере, я без агашек, без затешек сама вот здесь стою перед вами. Праймерис был, я рвала металл. Да, конечно, было нелегко, конечно, было, может быть, нелегко, как другие, может быть, какие-то, я не знаю никого. Но лично про себя хочу сказать, что, честно, вот, дошла до этого пути за два года. И 70% парламента у нас поменялось, тоже молодые люди. Людей не поймешь. У нас в соцсетях говорили, в шестом созыве, когда все были, надо поменять, молодых надо, молодых. Молодых поставили. Ой, что-то они слишком молодые, надо теперь постарше, теперь не поймешь, понимаете. Хотя сейчас, вы видите, наверное, да, парламент стал очень живой сейчас. У нас, понимаете, было потерян. Вот так сказать, не хотели уходить. 40-летних, 50-летних они не пускали, выбили забоймы. Все, сидят, и до сих пор сидят, да, к примеру, некоторые. Все, а потом что делать? Их дети пошли, или там кто-то, кто-то, ну, молодежь. Их стали толкать туда 20-летних, 30-летних, все. А вот эта среда, которая всегда во всем мире преемственность должна быть, да, определенная? Она должна быть. Она вымылась, она выброшена была. Некоторые, кто в бизнес остались, остались, а все остальные оказались неуделы. И вот этот промежуток, он такой остался. Оттуда сразу, да? Вакуум. Вакуум. И оттуда сразу же молодежь. Но сейчас я вижу, что на ключевых позициях в стране у нас 70-ники. То есть люди, так скажем, золотого возраста для политических деятелей, да? Хорошо это. Потому что есть энергия, есть амбиции. И главное, чтобы эти амбиции были очень правильными, направлены в правильное русло. Не позитивное. Да, позитивное русло. Главное, чтобы у нашего молодого поколения, которое сейчас растет, кто хочет связать свою жизнь с госслужбой, чтобы было, понимаете, понятие, что я могу сделать для своей страны, служа народу. А не так, чтобы, знаете, у нас нет вот этого патриотического. Потому что, ну, многие как-то видят, что я пойду на госслужбу, и что-то другое может видеть. Ну, я не знаю, какие-то другие мысли. Или думают, не хотят идти на госслужбу, потому что очень большое давление. Также со стороны соцсетей, вот я же как-то вначале говорила, нет иммунитета. Могут так тебя облить. Да, конечно, мы должны быть к этому готовы, госслужа. Но тоже это надо понимать, что это тяжело тоже, человек. Все-таки мы же все люди в первую очередь. Я вам скажу, давайте насчет госслужащих. Да. Ну, будем говорить так, генералами становятся, не становятся же сразу. Они сначала, они начинаются с лейтенантов, будем говорить так, курсантских погон, там, то есть все, третье, десятое. Поэтому надо смотреть в корень этой причины. И будем говорить так, социальный пакет и зарплату госслужащим поднять статус. Первое, предоставить им пенсию, то есть квартиру на льготных условиях обязательно. Повысить заработную плату, повысить заработную плату обязательно именно вот тем органам, которые именно на передовой трудятся, всем сотрудникам. Включая, например, всех сотрудников ЦОНа. Они работают, ну, круглые сутки, честно говоря, за какую-то мизерную зарплату. Ну, и удар принимает на себя. Да, да, весь удар, получается, весь удар поднимает на себя. Поэтому давайте с этого начнем. Потом еще хотим, чтобы вот как бы, как депутат, мы предлагаем просто внести вот именно в депутат, то есть мажорист, чтобы несли поправки полностью, предоставить квартиру, повысить заработную плату госслужащим, чтобы они, да, чтобы, например, у них не было даже мыслей, например, чтобы у них поднять имидж госслужащего. Да, то есть если он, например, будет уверен, что он получит, например, квартиру по нормальной цене, у него не будет головных, например, боли о том, чтобы, например, как, вот куда 100 тысяч, например, потратить. Либо он потратит их на проезд, либо купит булку хлеба, но ему еще надо жениться, ему надо выйти замуж. Конечно. Алия Марта, какая программа? Я хотела бы сказать, да, такая хорошая новость есть. Сейчас законопроект о госслужбе в Сенате скоро примут. И раньше же как было? Должно было быть 5 лет, стажа, что-то такое, да, какие-то. Сейчас, если в село хочешь пойти на госслужбу, ну, первыми специалистами быть, сейчас поправка внесли у меня Галым Амреев, наш, мой коллега, то, что не нужно будет этого стажа. То есть человек может сразу со студенческой камеи взять, потому что кадры, вот опять же, где кадры брать? То есть хочет человек себя связать, он может пойти и сразу я пойду на госслужбу. Нет, конечно, мотивация у молодых людей должна быть, да, идти на госслужбу, но мотивация должна быть и обеспеченности. И вот так же, Сонспакет и сами совершенно согласна, с этим совершенно согласна, потому что это справедливость должна быть, и справедливость в этом. Мне кажется, вообще, знаете, парадокс, когда условно человек, там, руководитель какого-нибудь управления в министерстве, да, он, там, курирует многомиллиардные, да, закупки, и при этом у него зарплата там 300-500 тысяч тенге. То есть, мне кажется, мы этим и создаем коррупционный риск, да. Вот вы говорите, как депутат, да, вы говорите, как депутат, извиняюсь, вы говорите, как депутат, мне кажется, вот такой данный законопроект само правительство должно внести, ну, вообще, потому что они же понимают, им же дальше работать, это же их солдаты, вы вот говорите про солдатов и генералов. Вот смотрите, можно я еще добавлю? Сейчас я хотел, вот, точечный вопрос в продолжении нашей беседы, да, Марат Светович, вы возглавляете общественный совет при антикоре, очень важный орган, который помогает, скажем так, общественный надзор производить, да, мне кажется, на самом деле, вот такое мы обывательское мнение, очень легко ведь выявить коррупционеров, условно, проехавшись там по элитным районам, да, посмотреть, кто в каких магазинах закупается. Условно, знаете, меня сейчас такая тенденция, на самом деле, радует, когда, условно, у нас высшие чины в стране, например, та же самая конституционная пятерка, о которой сейчас, да, говорят, люди, которые действительно, ну, благо, не запятаны ни в каких скандалах, да, люди, у которых там дети в обычных школах учатся и так далее. При этом мы там вспоминаем историю недавнюю с вице-министром одним, да, Тухтабаевым, который человек вроде вице-министр, да, вроде даже, там, ну, не на первых ролях, да, но при этом там его, когда задержали, Ролл-Стройс, кажется, Лексус, дом частный и так далее. Ну, понятно, что это не... Может, он бизнесом занимался до этого? Тоже надо... Ну, я думаю, антикорб будет разбираться, да, каким бизнесом он занимался. Один, ставить справедливый вопрос, откуда все это? Это реально, мы давно уже хотели, лет 10 назад, все сопротивлялись, олигархат, чтобы и те, кто связаны с олигархами, да, и те же депутаты, которые купленные были олигархатом, да, тем, чтобы вот эта декларация о госдоходах, да, то есть все, всеобщее декларирование, кто, как, сколько, все, там же видно. Конечно, мне все иностранцы, когда ходят, да, мы их сопровождаем же, они говорят, у вас такое обилие дорогих машин в Астане, например, в столице ходите, да, откуда у чиновника такой ландкрузер, как вы сказали, да, такой марки, у него в помине же нет головы, а я не зарплату говорю, зарплата у них такая, а вот, слушайте, в любой стране мира, за то, что во Франции, Германии, везде, да, где страны Совета Европы по коррупции, если ты не сможешь доказать происхождение этих денег в Америке, что делают тебя? Сажают либо отбирают эти все, да, докажи. Все сотрудники внешней разведки бывшего СССР попались только на том, чуть-чуть расходы превышали доходы, моментально попадались, поэтому я к чему это говорю, вы знаете, эра справедливости, она с этим связана, все должны жить по доходам, ну, условия для госслужащих мы должны создавать. Еще один момент пока отделю, хорошо, мне вот не могу не сказать, раз мы сказали, да, госслужащие должны быть еще этике подвержены, раз, и не мандалта, норман раз, ни в каком плане. Вот я поехал вот на Фейсбуке писал, почему я про Восток-то говорю, Уланский район, я бы промолчал, ну, когда возле моего отца, где похоронена Зират Тангасн, да, да, и мне доказывают, еще звонят здесь министрам правительства, да, эти чиновники с Восточного Казахстана, говорят, мы там все равно построим рядом с Зиратом, да, свиноферму, на, знаете, там это пахнет, какие-то огромные, сумасши сотни миллионов долларов, якобы, да, никто в это не верит, для трех тысяч свиней, которые там, да, но самое главное, это и мандалка всякий скельмит, война, раз, ну, раз, ну, постройте в другом месте, нет, наглую тащат сюда, доказывают вот эти чиновники, вы кого, где Акимат возглавляет, Даниил Ахметов, и Буалмайды якобы кроются под якобы инвестициями, да, никто в жизни не поверит, моральные даже не останавливает, понимаете, да, вот, я им говорю, слушайте, не дай бог вы такой, Тарази, Чинкенте, Казалурде хотели бы, у вас помине в голове такое не было бы, а тут наглые прете вместе со своим Акиматом, вот это вот возмущает, что чиновник, я к чему привожу, да, нормам этики, нравственности, мандалка, он должен сказать, что так нельзя делать, да, есть регионы, говорят, ну, подальше идите, вон туда, нет, вот так вот, лоббизм, и, главное, плюют на общественные институты, народ против, они прут и прут. Я надеюсь, декларация доходов, она поможет, все-таки она заработает, она не поможет, я надеюсь, заработает, она будет работать, но не так эффективно, я просто предлагаю, ну, со своей стороны, другое видение, всем контролирующим органам государственно прописать, законодательном уровне прописать вознаграждение от выявленных, от процентов, от выявленных нарушений, понимаете? Нет, у нас есть насчет коррупции, сообщение. Нет, насчет коррупции, я имею в виду, ну, к примеру, я вам просто объясняю, я вам объясняю. Мы тут демократию хотим, гуманизм. Департамент по регулированию естественных монополий, сколько у него заработной платы? 120 тысяч. То есть, если, например, он выявил нарушение, у него будет стимул, то есть к основному окладу еще получает какое-то определенное, от государства уже. Это что за работа такая? Почему? Все друг друга ходить будем бояться? Да, но это такая, знаете, мера... Это очень хорошая идея, ее тоже надо, конечно, посмотреть международный, зарубежный опыт, и, ну, на самом деле... Нет, ну, нужно понимать, что органы у нас не карательные, да, а назорные. Нужно понимать, что у нас, мы находимся на очень специфичном периоде, нас приучали много лет, и нормировалось само понятие взяток, подношений, подарков и так далее, других этих вот. И хотя бы на короткий период можно радикальные меры ввести, потому что нам иначе ждать, когда все поколения, два-три поколения сменятся, чтобы они очистились от этих ценностей, сложившихся. Уважаемый эксперт, вот к вопросу, опять-таки, этики, да, ситуация, которая, если честно, меня улыбнула, она не так давно была, особенно улыбнула, когда я увидел комментарии под этим видео. Один чиновник, конкретно Аким района Байтирек Западно-Казахстанской области, Марат Толжанов, буквально полтора часа, да, там есть аудиозапись, нецензурной бранью высказывался в адрес своих сотрудников, высказывал всем, да, какие они... С одной стороны, с одной стороны, нарушает этику, да, ну, матерится, грубо говоря, да, обзывает людей и так далее. С другой стороны, да, когда слушаешь аудиозапись, понимаешь, что вроде такой правильный гнев, то есть он говорит по делу. Как вы считаете, вот, кстати, люди, да, в комментариях... Ну, министический кодекс, там все это конкретно прописано, это нельзя унижать достоинство человеческое, нельзя... Но при этом люди в комментариях его поддерживают, говорят правильно, может быть, по-другому не понимают местные чиновники, может, так и надо говорить. Мне как-то один раз сказали, я же вам говорила, вот сейчас во время рекламы, я вообще перед, не депутатом, а вообще Акимом хотела быть своего села. И мне такой вопрос задали, говорят, а ты материться умеешь? Вот понимаете, мне мужчины задали такой вопрос, а ты материться умеешь? Я говорю, а для чего, говорю, мне материться, говорю, почему я должна материться? Я говорю, буду... Все-таки важно не опускаться на уровень массы, а поднимать, наоборот, образец им создавать. И эти же проблемы, я уверена, можно решить в другом. Может быть, некоторые доходчивые понимают так. Да, но я хотела бы сказать, мы должны вообще, вот в этом плане, вообще, вот мое мнение, мы должны поменять само понятие руководителя. У нас вот это совдеповское еще осталось. Я руководитель, я твой шеф, ты должен вот все, что я сказал, делать, особенно в госструктурах. Авторитализм. Я сказал тебе ночью сидеть, ты будешь сидеть, хотя у него рабочий день там до шести. Ну ладно, максимум досиди, до семьи он сидит. Но у человека есть личная жизнь, у человека есть это. И нужно иметь уважение к другому человеку. И ты должен понимать, что от тебя зависит. Человек будет как работать, стопроцентно отдаваться этой работе, 200% или 300%. Если он не будет отдаваться, без настроения человек приходит на работу, его вообще полоскают, его там полностью обзывают, вот так с ним разговаривают, за человека не считают. Личность, ну какая может быть работа, ты только сидишь, ты получается как пришел на работу, я груша для битья. А ну-ка давайте мне говорите. Без зубов, без характера. И что тогда, ругаться друг другом надо? Человек просто должен выполнять свою работу, значит он не на том месте. Если мы сейчас это одобрим, это же прецедент будет создан, это будет опять же норма. То есть вне зависимости, правильно он говорил, неправильно, сам факт должен быть разледован. Пусть находит другие методы, инструменты, которые у него как у руководителя есть. Для чего он руководитель? Для того, и вы его поставили руководителем над этими людьми. Также, уважаемые эксперты, в продолжении беседы, важный момент, должен ли глава региона быть местным, или же он должен быть условно из другого, возможно, соседнего региона, который похож по структуре, но быть с другого. То есть, знаете, кто-то говорит, местный свой должен быть. При этом, как вы сказали правильно, чтобы не было никаких родственных, дружных связей. То есть, связями, зависимыми людьми, или кому он там, фаворитами. Нет, нет, критерий только один, профессионализм же должен быть. Потому что учет мнения регионов, государственная политика-то одна, единая же, правильно? Она не может быть для одного региона одна, для второго другая. Проводит одна государственная политика. Но другое дело, понимаете, когда говорят с одного региона, это влечет за собой, особенно на южных регионах, определенный трейбализм, конкурс. И начинается. Но ург, этот род такой-то, и давай, эта государственная политика начинает что делать? Нарушать права человека, конституционные права других лиц. Вот этого нельзя. Уже есть такие прецеденты, я вам скажу, есть такие уже прецеденты были. То есть, когда села, у нас же сейчас Аким и Сел выбираются, и когда сказали, ой, бзен джекет полсен, на-на-на, и привезли. То есть, по принципу свой. Да, свой. Даже он там не знает это село, ничего там, может, родился только. Его привели, там хорошая девушка работала. Говорит, нам девушка не нужна, нам нужен, говорит, вот этот кейс, я расскажу. И тогда этот парень не смог, он месяц поработал и сказал, я, говорит, ухожу. А это же деньги налогоплательщиков, это же выборы, это же не просто так. И получается, вот опять вроде бы эту девушку вернули, я не помню. Я считаю, мы должны через это пройти. Руну-музгерек. Да. Сейчас будут когда выборы Аким и районов, я не знаю, что будет. Ничего. Как будет, да. Мы должны через это пройти. То есть, в вашей ситуации сыграли стереотипы еще, да, что мужчина, что со своего региона. Вот это вот, деление по свой, чужой, по половому признаку, по национальному. Мы должны к этому прийти, что нам нужно, он всегда будет присутствовать. Поэтому ротации должны быть, здоровые ротации. Да. Но не такая чехарда, как вот, чтобы кадровая чехарда была, и перекидывали совсем не по желанию. Да, вот я интервала на права. Самое главное, госслужащие должны что делать? Выполнять нормы Конституции, законов и свой этический кодекс. Но единственное, я бы с этического кодекса убрал, на сегодня встрече была в агентстве главных служб, клуб главных докторов. Я там предложил, вы знаете, там есть норма, что госслужащий обязан судиться, защищать свою честь. То есть это, ну извините, когда он признает, к примеру, да, государство должно его защищать. Но он если признает, ну его толкает в суд, иди туда в суд. А поскольку он в суд идет, в честь мундира, и давай всем журналистам названивать, мол, не ходите. Вот так вот. Вот это тоже большая проблема, честь мундира. Вот честь мундира, мы должны от этого уходить. Меритократия... Когда, знаете, твой подчиненный виноват, но я его буду защищать, потому что он мой подчиненный. Да, вот этот, правильно, да. И потом еще, знаете, какая проблема была все эти годы? Вот этот непотизм, почему президент Тукаев всегда настаивает? Меритократия, меритократия, да? Он привел со своего парня знакомого, или там по коррупции, как угодно, да, по непотизму, поставил. Тут неуч... У него, кроме того, как матом материться, тоже, например, ничего нету, он что делает? Он гнобит свой аппарат. Он свой непрофессионализм, что делает? Заставляет вот так же, как уже и мой депутат. Да, и давай выжимать с других. И вся команда страдает, да? И вся команда страдает, бедные вот так загибают, делают их рабами, да? И потом, посмотрите на наших госслужащих, они всего боятся уже. Всего боятся. Вот это вот нонсенс. Ни один госслужащий ни в одной стране мира не боится. Я вот приводил пример судей, да, Инди Руаловна. Вышли с работы, Кёльни, Бонни, и сединицы походят, в центре Бонна пьет пиво, и все, и к служище такой. У нас запугали, на свадьбу не ходят. На свадьбу не ходим, да? Мы тоже не ходим. Депутаты тоже не ходим. Вы же должны разграничить депутаты. Это посланники народа в парламенте, да? У вас выборная должность. А у других назначаем ученомники. Серьезно, скажу, два года как делала. И во-первых, времени нет уходить. Вот времени нет уходить. И иногда вот думаешь, надо, не надо идти. Лишний раз. Да, потому что, да, так и есть, боишься, а это же уже не рабочее время. Я же тоже человек, я тоже хочу потанцевать, нет, я тоже хочу потанцевать. Ну да, это же человек, любовь, конечно, он и право имели. Песню там спеть. Уважаемые эксперты, мы должны еще успеть обсудить несколько тем. Одна из них это командные перемещения. У нас тоже, знаете, любовь многих чиновников, хотя, я вы знаете, с одной стороны говорят плохо. Тихоряде. Всех своих перевозить с региона в регион или там с ведомства в ведомство, с министерства в министерство. И другим не дает подниматься, да, других убирает, может быть, компетентных. С другой стороны, пока человек новый придет в это ведомство, пока он поймет, кто как работает, пока он там со всеми найдет общий язык. Может быть, лучше, что он приезжает со своей готовой командой и начинает уже активно сразу работать. Нет, это и есть непотизм, вот отсюда и коррупционная. Это неправильно. То есть это неправильно. Нет, конечно, вообще командный метод давно надо было прекратить. Пусть он профессионалов берет по профессиональным, одного, двоих, ну трех, там какие-то ключевые, которые там на месте точно не будут. А командные все перемещаться, это только по принципу лояльности они это делают. Хотят свои какие-то темные дела. Это нарушение просто прав человека. Понимаете, что такое командный стиль? Это как будто смещает. Это понимаете, вы нарушаете все, что есть в этом мире, да, вот все, тащите своих людей, вы начинаете это, да, и превращаете в госаппарат. Германия, Франция, Италия, да во всем мире есть такое понятие, стабильность государственного аппарата. Он всегда стабилен, он гарантирует государство, он выполняет государственную функцию, но его никто не трогает. Помощник, пожалуйста, пусть приходят помощники. Это по выбору. А у нас как делают, у нас же тоже сказали, ну как бы, да, глава государства, так нельзя делать, вот сами приходишь. Конечно. Все равно потихаряже делают. Уважаемые гости. То есть через какое-то время все равно это делают. Я прошу прощения, что я перебиваю. Три месяца проходит, четыре. Алия, Алия Маратовна, да, уважаемые гости, я благодарю вас за активную беседу. К сожалению, эфирное время подходит к концу. Я сейчас передаю слово своим коллегам из информационной службы. Гульнас. Рахмет Адель.